Под угрозой срыва оказался новый этап обмена пленными в Донбассе. Киев и провозглашённые Донецкой Республикой договорились отдать друг другу по 12 человек. Едва военные ДНР успели забрать своих, как начался интенсивный обстрел. Дальше рисковать не стали. Наш корреспондент Антон Степаненко, который на месте следил за этой операцией, узнал, чем всё закончилось. ПМП-2 двойка работает, РПГ работает и крупный калибр. Буквально в километре идёт бой. Это может повлиять на или время начала обмена, либо вообще на состоится обмен или нет. Уже второй раз очередной обмен военнопленными оказывается под угрозой срыва. Это крайний пост армии Донецкой Республики на западной окраине Донецка. С него видно и хорошо слышно, как между Марьинкой, где стоят украинские войска, и Александровкой, где позиции ДНР идёт перестрелка. Хотя режим прекращения огня перед обменом на этом участке подтвердили обе стороны. Военнопленных уже доставили на крайний украинский пост, но перестрелка не позволяет их перевезти. Даже сейчас мы наблюдали со стороны второго крепрайона ВСУ несколько артиллерийских выстрелов в сторону своего же крайнего блокпоста, где находились наши в этот момент. Это первый несинхронный обмен пленными. На этот раз украинская сторона первой передаёт Донецку оказавшихся в плену 12 военных. 12 своих она получит несколько позже. Для гарантии того, что мы получим, те, кого мы заявили, которые нам должны передать, такой формат мы установили. Ждать прекращения огня приходится несколько часов. Наконец представители Украины уезжают и возвращаются с пленными. Здорово, мужики! Рассказывайте, ребят, ну каково оно? Ну что ли? Всё нормально, нормально. Главное дома. Всё остальное тут и будет. Сидели в Запорожье в СИЗО, сидели в Мариуполе в СИЗО, сидели в контрразведке, в ямах сидели, в батальоне сидели. По-разному. Попрощались по-разному. Сидели люди разные. Кто-то придут, бьют, кто-то кормят, кто-то лечат. Их пересаживают в автобус и быстрее везут с передовой. Перестрелка возобновляется. Через 20 минут они уже едут по Донецку. Сейчас в себя надо чуть-чуть прийти хотя бы. Если честно, и сейчас не верится, что вот так вырвались откуда. Именно вырвались. Там, на Украине, им грозило от 15 до пожизненного срока заключения. Отказали лёгкие. Приехал в Мариупол лечиться, мне взяли. За телефон взяли. Ну, позвонили. Мы следили, говорят, ещё с Донецкой даже. Он просидел меньше года. Таких в этой партии мало. У других сроки плена по 14-15 месяцев. Пока не верю в то, что обменяли. Если честно, очень долго этого ждали. Ждали и в Донецке. Договариваться с Киевом об обмене становится всё сложнее. Украинскую сторону всё время не устраивал список обмена. Дайте нам другого, а вот этого нам не интересно. Ребята являются жителями Украины. Неужели есть какая-то градация и неуважение? Кого-то мы будем забирать, кого-то мы не будем. Группа украинских военнопленных переправят домой завтра, когда на линии фронта, как надеются, станет потише. Антон Степаненко, Рушан Умяров, Первый канал, Донецк.